приветствую вас дорогой друг и дорогие друзья сегодня поговорим парижская штукатурка можно еще так красиво название парижская стукатурка сегодня мы будем работать парижской штукатуркой так что мы берем мы берем варс грунт его за что забуду заменять добавки кварцевая у нас будет а кристалл шпаклевочка и краситель краситель снежка и джек стеночка 8 квадратов и нам понадобится где-то в районе может восьми килограмм если мы перетягивали полностью и так как мы пошли на определенную проявили смекалку пролетарскую то мы прошли первый слой кварц грунтом кварц грунт с состава шпаклевка где-то один к одному мы смешали может один-двум то есть две части шпаклевочки и одна часть грунта мы отколеровали и кисточкой прошли по поверхности вчера это мы сделали она подсохла сегодня мы уже будем делать парижскую штукатурочку то есть мы взяли здесь уже идет и как я уже повторюсь один не сети 10 частей стартовой шпаклевки модельной массы наши белая кристалл и одна часть кварц грунта ну и универсальный краситель и мы смешалочкой миксером это все замешаем я уже показывал как мы смешиваем таких пропорциях теперь покажу как мы ее наносим сначала идут порцию и потом эти фляксочки растягиваем на толщину зерна еще раз повторюсь мы ее назвали парижская велхламандская она вот клик близко вы соединили несколько техник сегодня так что вы не переключайтесь оставайтесь с нами еще увидите очень много интересного что мы сделали еще мы добавили еще тот же универсальный краситель и вы умели представление насколько вот он насколько вам будет видно то есть тот же остаток материала который у нас был основной мы добавили еще цвет универсальный краситель мы добавили нашу парижскую штукатурочку и помните мы его соединяли наши островки маракешиком и теперь вот этим темненьким мы еще добавим аппликации на нашу парижскую штукатурочку у нас там есть такой свиной окорок все покажу если у нас вот такой у нас и вот мы под него попробуем сделать стену вдохновлять бывает бывали случаи вот когда ну это же разные заказчики было не всегда же находишь общий язык то вот не могу не стану делать образцы не могу делать образцы неделю-другую не идет все вот что такое такая размазня вот то что на душе вот так она и на стенке да то есть если плохо то лучше не делайте вы ставьте возьмите коньячка можете бальзама все поправили здоровье сердечный каплер да и настроение хорошее если нет то лучше вам взять пойти на свежий воздух посчитать облака пока не голубей это же говорю искусство говорю монументальная живопись наш художественная отделка стен только здесь у нас вместо мастихинов говорю такие большие мастихины сока ласточка по тарижской штукатурке клей флизелиновый калевский и взяли клей пва иркомовский и смешали один к одному и добавили венецию добавили венецию иркомовскую венецию где-то пробовали один к одному но она получает слишком такая прозрачная поэтому где-то две части венеции одна часть глазурьки не получилось пражская глазурь как я говорил та же патина только в патина мы работаем с красками здесь мы взяли венец потому что я попробовал чисто венец она все-таки глушит перекрывает тебя вроде я и планировал что стенка будет с акрилом акриловой грунтовкой будет достаточно сказать более прозрачная она будет вроде когда была мокрая вроде было ничего но хозяйка еще хочет чтобы эти пятнышки цветные чтобы они были бы более контрастные поэтому решил я все-таки сделать с краской лазурьку потом мы ее подколеровали венецию там и подколеровали и мне уже добавили уже краску лазурь получился вот такой интересный материал желейка такая она и мягкая можете регулировать прозрачность тогда на одном уроке говорил что это можно делать с помощью воска добавляли воск венец на мастер-классе показывал ну вот такая штука достаточно дорогая водостойки и пока его пока не вижу его в продаже поэтому можно выходить положение вот таким образом то есть авторская лазурькой клей обойный клей по ванну и добавляете венец на свое усмотрение нужно чтобы стало более кроще вот как я сделал здесь две части венец и одну часть лак хотите чтобы она была еще более прозрачная один к одному чтобы еще прозрачнее было значит две части клей и так далее дальше также полируется как и венец и на полуподсыхание до полировать ее можно полировать и когда она уже подсохнет ну вернее по сухому так что ребята делайте с нами делайте как мы делайте лучше нас я сейчас покажу какая она выходит тоже наносим и по диагонали на ширину вот двух шпателей вот наши и даже если получается она будет получиться лисировочка да на стыке то она будет такая более природная чуть чуть она прихватила она уже полируется сейчас я покажу как она на просвет блестит друзья мы продолжим знакомство с пражской штукатурочкой сейчас мы сделали авторскую лазурь перламутровую с красителем и золотом золотая декоративная краска перлынка один к одному золотом и наша авторская лазурь на основе клея ПВА и клея обойденного один к одному вот что примечательно когда вот мы положили лазурь то мы даем какое-то время для этой лазурьки чтобы она чуть выстоялась что ли да и потом проходим по ней еще шпателечка что происходит происходит получается здесь есть остатки материала на стенке получается остатки лазури и когда мы шпателем их они остаются у нас на верхушках то есть получается верхушки получают еще дополнительный слой перламутровой лазури и получается еще более больше выпускать под подсвечиваются что ли сейчас я покажу поближе какое что получается вот здесь то я вот только что нанес вот такой нанес вот мы его на такой нанес просвет а здесь мы положили чуть раньше она уже практически здесь видите получается что у нас на какой фокус авторская лазурь когда она когда высыхает она дает усадку и получается будет виден весь весь наш наша вся наша фактурка вот если там мы видели она еще фактурка забита то по мере подсыхания вот она будет наша фактурка вся так очень хорошо работает попробую еще у нас сейчас поднять вот так показать сейчас буду перемещаться может она в разных ракурсах по-разному светится это она еще свеженькая вот только потому что я говорил что когда клей подсыхает сейчас я вот здесь начну где я начинал здесь он уже подсох вот я вам вначале показывал и вот эти все наши прожилочки наша наша фактурка вот она вся видна и вот она так вот у нас насквозь на свет вот еще раз так медленно не спеша покажу ну тут конечно она лучше всего смотрится вот так насколько вам это будет видно мне конечно горит огнем так так еще раз хочу вернуться ваше внимание ваше другое а именно нанесли мы наш волшебный вот вот и вот оно чуть прихватило и уже по идее его можно полировать вот как венец за счет того за счет того что в лазурьке присутствует клей ПВА такой как акрил вот синтетический то я себе позволю такую полировку вот она получается за зажиг подполирует верхушечки площадочки ну и на ощупь тоже будет такая очень эффектная может еще возьмем шлиф машинку или полировочную машинку на полировочной машинке еще попробую но это вот может быть в следующий раз так что ребята делайте с нами делайте как мы делайте лучше с вами был Игорь Коканов на Алибуде пока